В стрелковом тире ДОСААФ с 11 по 17 мая прошли соревнования летней спартакиады молодежи России по пулевой стрельбе. Во втором этапе состязаний приняли участие команды Сибирского и Уральского федеральных округов всего около 170 участников. Участвует 93-й год, 87-й. Это практически члены, бывшие, может быть, члены, можно сказать, некоторые члены еще сборной команды России. Юноши состязались в упражнении ПП-3. 60 выстрелов на расстоянии 10 метров из пневматического пистолета. У девушек упражнение МП-3. Стрельба на 50 метров из малокалиберного пистолета. На выполнение упражнения час. За это время спортсмены должны совершить максимальное число выстрелов, при этом сохранить спокойствие и справиться со стрессом. Одна из сильнейших омских спортсменок Александра Айдензон поделилась особенностями психологической подготовки. Я использую аутотренинги. Я очень глубоко изучаю психологию, мне нравится, это как бы очень помогает. Разные самовнушения используют. Кто-то слушает музыку, кто-то отвлекается посредством того, что разговаривает с тренером. Кто-то, наоборот, полностью замыкает с себя и что-то пишет в стрелковом дневнике. Стрелковый дневник? Да, у нас есть у каждого специальный стрелковый дневник, в котором мы записываем каждую тренировку, каждый результат. Когда что-то получается, мы записываем, какие эмоции у нас были в этот момент, какое состояние, насколько это было легко и какие действия были. В тройку лидеров командного зачета вошли Новосибирская, Кемеровская и Томская области. Сборная Омской области заняла на этапе спартакиады 5 место. В индивидуальном зачете сильнейшими из омичей оказались Владислав Сизонов и Александра Айдензон. Именно они будут представлять Омскую школу пулевой стрельбы на финале спартакиады молодежи России, который пройдет в июле в Казани. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова